Какой момент возникает в связи с фондированием? Здесь я бы отметил два аспекта. Во-первых, в условиях нестабильности, прежде всего, высокой волатильности курса, что существенно снижаются эти возможности, в том числе из-за инфляции, из-за отсутствия ликвидности в финансовом секторе, в банковском в частности. Не то, что отсутствия полного, конечно, но существенного сужения ликвидности. И здесь, к сожалению, в текущих условиях у Центрального банка достаточно мало механизмов воздействовать на это. Хотя они есть, и они используются. И говорить о том, что у Центрального банка никаких возможностей нет, нельзя. Но, тем не менее, здесь политика Центрального банка имеет первостепенное значение. И переход в следующем году к свободному плаванию рубля, оно в каком-то смысле действительно связывает руки Центрального банка по поставке вот этой ликвидности на рынок и по регулированию курса рубля. Но, с другой стороны, это действительно делает экономику более рыночной и отношения более прозрачными и понятными для анализа. Возвращаясь все-таки к стоимости фондирования, все, что я сказал, в конечном итоге приводит к повышению ставок, к ужесточению требований к заемщикам. Но есть еще один аспект, который я хотел остановиться, он больше уже, с моей точки зрения, более напрямую связан с развитием промышленности. Это как раз та самая закупка оборудования, машин, тех основных средств, которые нужны для развития производства. И здесь возникает следующая ситуация. Даже если отрасль, как было сказано, уже насытилась этим, то, скорее всего, она насытилась за счет того самого заемного финансирования в различных формах. Ну, например, лизинга. Лизинговые платежи, в случае того, что это все куплено за рубежом, скорее всего, привязаны к валюте. И вот получается, что фактическая стоимость использования этих разных средств, она, конечно, будет повышаться. Это еще один фактор, который приведет к уменьшению маржи, причем в ряде случаев достаточно существенно, вплоть до, как было правильно сказано, до банкротства соответствующих компаний. Переакредитоваться где-то или захеджировать, ну, застраховать свои риски валютные будет в условиях сжатой ликвидности достаточно сложно, тем более валютной ликвидности. И здесь, конечно, вот, мне кажется, еще один фактор, который нужно обязательно оценивать. И вот его управление без как раз финансового сектора, без грамотной и точечной очень по политике Центрального банка, направленной прежде всего на поддержку финансовых институтов, финансирующих реальный сектор, тот же самый упомянутый Россельхозбанк и другие, ну, там, Нишкономбанк. Вот я думаю, что в какой-то момент сейчас придем к этому, к более активной помощи этим институтам для целей поддержки как раз реального сектора. Снижение спроса платежеспособного, оно непосредственно ударяет, собственно, по любым производящим отраслям, поскольку конечным потребителям там в любом случае будет конкретное физическое лицо. И вот самое главное, к чему, с моей точки зрения, ведет нестабильность курса, это к снижению доверия и попытки ухода потребителя в нерублевые активы, так это в общем, если назвать. Соответственно, недвижимость, наверное, один из аспектов, который, один из способов уйти из рублевых активов, особенно если при этом удастся получить кредит рублевый на эту недвижимость, то это совсем выглядит для потребителя удачным решением, с моей точки зрения. Ну, там другие аспекты возникают, но тем не менее. Но есть еще и устойчивая попытка уйти в валютные, собственно, в валюту и валютные активы. И здесь, не имея, во-первых, не сделав это заранее, и не имея действенных рычагов для того, чтобы управлять этим своими, ну, как это финансист называет, позициями, да, собственно, потребитель, скорее всего, потеряет. И вот это очень, мне кажется, важно доносить сейчас до потребителя, что гораздо выгоднее в таких условиях покупать товары, недвижимость, то есть вкладывать деньги в какие-то реальные активы здесь, в России, чем пытаться идти на такой валютный рынок в бытовом понимании, когда речь идет о покупке просто иностранной валюты в своем коммерческом банке. Редактор субтитров А.Семкин